Здравствуйте! В эфире программа «Сарапул новости» и в студии с вами Артём Сергеев. Сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. Сарапул присоединился к международной акции «Щедрый вторник». Ее цель – вовлечь в благотворительность как можно больше людей. Подробнее в нашем сюжете. Благотворительность – это больше, чем просто слова. Для людей с ограниченными возможностями каждый новый день – это испытание на прочность. В этом году благотворительная акция «Щедрый вторник» приехала к пятилетнему Кириллу. Это тебе. Смотри, Каня. Вот игрушка из дерева. Будешь собирать першок? Держи скорее. Бабушке – сладкий презент к чаю, а мальчугану – яркую игрушку. Кирилл – очень активный и любознательный мальчик. Подаренная развивающая игрушка вызвала у него неподдельный интерес. Однако больше, чем игрушку, Кирилла заинтересовала техника нашего оператора. Внимание ребенка привлекли штатив и профессиональная камера. Особую любовь к технике отмечает и бабушка мальчика. Все, что светилось, мигало – вот это все наше. Технику мы любим, мы все разбираем, отвертками все мы откручиваем, все завинчиваем. Это все мы тоже очень любим. Людям с ограниченными физическими возможностями важно чувствовать нашу поддержку. Участвуя в благотворительных акциях, каждый из нас может сподвигнуть большее количество людей совершать добрые дела. Сделать пожертвования в благотворительный фонд, привезти лекарства инвалиду или подарить долгожданную игрушку ребенку со сложным заболеванием. В Сарапуле открылось отделение «Центр Мой Бизнес». Здесь действующие предприниматели и те, кто планирует начать свое дело, могут получить помощь в развитии и открытии бизнеса. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Сарапуле открылся «Центр Мой Бизнес». Главная задача Центра – максимально облегчить работу как действующих предпринимателей, так и потенциальных. В Центр Мой Бизнес, который открылся в Сарапуле, могут обратиться преддействующие предприниматели, самозанятые, а также люди, которые планируют только открыть собственное дело. У нас можно бесплатно зарегистрировать ИП или ООО, а также записаться на бесплатную консультацию к специалистам по налогообложению, бухучету, к специалистам по юридическим вопросам, маркетингу и многим другим. Кроме того, можно принять участие в различных обучающих вебинарах, пройти их онлайн по предварительной записи. Ну и кроме того, мы помогаем производственным компаниям выходить на экспорт. В Центре предприниматели Сарапула и близлежащих районов, таких как Сарапульский, Камбарский, Каракурлинский и Киасовский, могут проконсультироваться по мерам государственной поддержки бизнеса, также получить информацию по подбору персонала, бизнес-планированию и участию в торгах. С момента открытия филиала в Сарапуле в Центр уже обратилось порядка 120 предпринимателей. Воспользовался впервые услугами Центра «Мой бизнес». До этого была практика попыток консультации в Ижевске, было очень неудобно, потому что нужно было ехать на консультацию. А сейчас, благодаря тому, что Центр открылся в городе Сарапуле, очень удобно. По одному звонку записался, приехал, проконсультировали, рассказали, каким образом можно решить мою проблему, касаемо регистрации товарных знаков, касаемо вступления в различного рода кластеры, в которых сейчас находятся бизнес-структуры нашей республики. Одной из консультаций, которой я воспользовался в Центре «Мой бизнес», это была регистрация товарного знака. Вообще, эта консультация платная, но благодаря тому, что это можно мне, как субъекту малого и среднего предпринимательства, получить ее в Центре «Мой бизнес», я ее получил бесплатно. За два часа общения мне специалист полностью от начала до конца рассказал, что, как, где моя была ошибка. Для того, чтобы обратиться в Центр «Мой бизнес», при себе нужно иметь паспорт и знать номер ИНН, своей компании или свой личный. Самозанятые или те, кто только задумывается об открытии своего дела, также могут проконсультироваться в Центре. Когда еще я не была индивидуальным предпринимателем, я пришла сюда, в Центр «Мой бизнес» в городе Сараполь, он как раз только еще открылся, и проконсультировалась по всем интересующим меня вопросам. Далее, когда зарегистрировала ИП, начала принимать участие в фебинарах и форумах, которые предлагал мне Центр по различным интересующим меня направлениям. Теперь также обращаюсь, когда мне это нужно, когда я сталкиваюсь с какими-то проблемами. Обратиться за консультацией в Центр можно как лично, так и по телефону. Наш офис находится по адресу город Сарапол, улица Дубровская, 16, или за консультацией можно обратиться к нам по номеру телефона 8 800 201 32 16, добавочный 3. В школе номер 8 прошли занятия в рамках проекта «Школа безопасности». В гости к школьникам приехали пожарные, сотрудники скорой медицинской помощи и дорожно-патрульной службы. Подробнее в материале далее. Патруль безопасности приехал в гости к учащимся школе номер 8. В составе команды школы безопасности три экипажа. Это пожарные, медики и сотрудники ДПС. Это межведомственный проект, который создан для того, чтобы детям в доступной и достаточно интересной игровой форме донести информацию о том, что нужно делать при возникновении опасных для жизни и здоровья ситуаций. То есть какие первые действия при каких-то чрезвычайных ситуациях. А для старших школьников мы проводим профориентационную часть по социально важным и значимым профессиям. Социальный проект школы безопасности реализуется молодежным парламентом при Государственном совете Удмуртской республики. На таких уроках дети знакомятся с пожарным боевым расчетом, который стоит на боевом посту 24 часа в сутки. Медики рассказывают школьникам о нелегкой работе врачей скорой помощи и о том, как они помогают людям, приезжая на вызов. А демонстрация оборудования, которым оснащена скорая помощь, не оставляет равнодушным никого из ребят. Также дети могут больше узнать о работе сотрудников ГИБДД и ознакомиться со спецоборудованием, примерить на себя наручники, бронежилет и защитный шлем. Так, все новое, в первый раз вижу. Ну, насчет шлема, там бронежилет. Скорой помощи есть инструменты для разряда, для кислорода и там много оборудований новых. Школьники тепло и подружески приняли приглашенных гостей. А их неподдельный интерес проявился в большом количестве вопросов, которыми они буквально осыпали приезжий патруль безопасности. За время реализации школы безопасности суммарный охват проекта составил более 500 детей. Это ребята из сарапульских школ и школ сарапульского района. В проекте задействовано порядка 50 человек личного состава и 100 единиц оборудования и техники. В Сарапуле состоялось открытие операционного офиса «Промсвязьбанка». Первого в городе и третьего на территории Удмуртии. На открытии побывала и наша съемочная группа. В Сарапуле состоялось торжественное открытие офиса «Промсвязьбанка». «Промсвязьбанк» работает в Удмуртии с 2005 года. И за 15 лет работы клиентами его стали крупнейшие компании из разных отраслей. Открытие первого операционного офиса «Промсвязьбанка» в Сарапуле связано главным образом с обслуживанием предприятий оборонно-промышленного комплекса города. Они открываются там, где они действительно нужны. И здесь, с учетом того количества предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые есть в Сарапуле, мне кажется, на единицу населения, это, наверное, самый большой процент в России, и здесь «Промсвязьбанк» как раз был к месту. И вот только в этом офисе, помимо этих всех предприятий, будет обслуживаться 5000 их сотрудников. Это в том числе и Сарапульский радиозавод, и Сарапульский электрогенераторный завод. В силу своего статуса, наверное, государственного банка, который сопровождает оборонный заказ, мы не могли не появиться в Сарапуле, где концентрация оборонных предприятий одна из самых больших, не только в Удмуртии, но и в целом стране. Второе, Удмуртия развивается не только за счет оборонного промышленного комплекса, но и обычные виды бизнеса, гражданские виды бизнеса развиваются достаточно динамично. Вот говорил Константин, что по нашему исследованию ежемесячного деловых настроений по всей стране, которую мы каждый месяц делаем с опорой России, восстановление бизнес-ожиданий предпринимателей Удмуртской республики по итогам третьего квартала, так как получилось на втором месте в Российской Федерации. И это, прежде всего, связано с промышленным профилем, потому что понятно, что основные пострадавшие виды деятельности, связанные с услугами, туризмом, торговлей, неподовольственными материалами, а здесь больше концентрация именно производственных компаний, в том числе малого бизнеса. И поэтому восстановление идет быстрее, и падение было не таким глубоким. Все это создает предпосылки для того, чтобы банк шел за своими клиентами. И, соответственно, да, город Сарапа, это, наверное, второй город присутствия в Удмуртской республике, не последний, но, наверное, один из самых важных, с точки зрения наших двух основных миссий – это сопровождение обслуживания оборонных предприятий и их сотрудников и работа с малым и средним предпринимательством. Одна из тенденций сегодняшних реалий – переход банков в онлайн-обслуживание. Представители промсвязь банка заявляют о том, что для клиентов имеет значение возможность физически прийти в банк и совершить ту или иную операцию. Поэтому банк продолжает открывать новые офисы. Действительно, операции клиентов переходят в онлайн, и банки превращаются в такие, в компании больше технологические, чем финансовые, с точки зрения доставки этих сервисов через интернет-банк, мобильные приложения для клиентов. Но мы понимаем, что когда клиент выбирает между разными приложениями, имеет для клиента значение, возможность физически прийти в офис и сделать какую-то сложную консультацию. Потому что пока онлайн доступны, клиенты не боятся онлайн делать более-менее простые операции, ежедневные операции, связанные с потреблением. Более сложные решения, связанные с инвестициями, сбережениями большими или с отечным кредитом, они требуют осознанного выбора. Программ много и, соответственно, требуют консультации живой. Для Сарапова промсвязь банк – важный партнер не только в части работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, но и в реализации проектов в области льготного кредитования бизнеса, а также инвестиционных проектов. Это большое и важное событие в жизни нашего города – появление нового, серьезного игрока в банковской сфере, которое, на мой взгляд, очень позитивно послужит, в первую очередь, горожанам, у которых появляются дополнительные инструменты, дополнительные интересные предложения для реализации самых смелых инициатив. Учитывая популярность нашей территории у инвесторов, появление новых предприятий – это, думаю, что дополнительные возможности для банковских предложений в отношении инвесторов, которые работают на фотосерии Сарапова. Новый офис промсвязь банка находится в центре нашего города по адресу улица Раскольникова, 142. В нем установлен банкомат с функцией приема наличных и платежный терминал для оплаты различных услуг. На минувшей неделе состоялся выезд комиссии на очистное сооружение городских канализационных стоков вблизи деревни Юшково. Подробнее в нашем материале. Для того, чтобы выяснить причины возникновения неприятных запахов, то и дело изникающих в разных районах Сарапула, была создана рабочая комиссия. Одним из объектов проверки комиссии стали очистные сооружения канализации, находящиеся около деревни Юшково. Именно здесь проходит очистка сточных вод Сарапула. Данное сооружение было построено 29 лет тому назад. Здесь канализационные воды подвергаются нескольким этапам очистки. Механический этап, затем биологическая очистка, также вода проходит обеззараживание ультрафиолетом. 29 лет срок немаленький. Происходит старение оборудования, разрушение, но предприятие постоянно ведет работу по реконструкции очистных сооружений канализации. Мы за это время провели реконструкцию механической обработки осадков. Мы ввели в работу цех ультрафиолетового обеззараживания. Мы увеличили производительность иловых карт. Сегодня очистные работают в штатном режиме. Сооружение располагается за городом. Неприятный запах в микрорайонах может возникать по нескольким причинам. Запахи в городе, которые сейчас волнуют многих жителей города, я считаю, они имеют несколько источников. Это, естественно, и работа очистных сооружений, но в тех районах, которые находятся в непосредственной близости от очистных сооружений. Это активная работа частных предпринимателей по вывозу жидкобытовых отходов, которые производят слив ЖБО в несанкционированных местах во всех точках города. Рабочая комиссия с технической точки зрения осмотрела очистные сооружения около деревни Южково. Как итог, нарушений комплекса очистки канализационных вод не выявлено. Комиссия по обнаружению источника возникновения запахов продолжает работу. Пока внешних признаков нарушения работы наших очистных сооружений городских не выявлено. Но, тем не менее, специалисты продолжают работу. В том числе, наша комиссия городская по предупреждению возникновению чрезвычайных ситуаций продолжает работу. Определен круг объектов, которые мы и сегодня, и в рабочем режиме мониторим на сбросы стоков в окружающую среду. Работа техническая продолжается. И в ближайшее время источник неприятного запаха неизбежно будет обнаружен. В связи с тем, что ряд еще объектов остаются непроверенными. Непроверенными, имеющими аналогичные очистные сооружения, только в более меньшем объеме, которые работают. И в настоящее время мы, думаю, что, в принципе, день-два мы обнаружим источник и скажем о причинах и планах по устранению таких обстоятельств неприятного запаха в городе. В результате работы комиссии по выявлению источника неприятного запаха, периодически возникающего в городе, было выявлено два объекта. Первый располагается на территории бывшей базы СМУ-4 между Эликондом и Южным поселком. Второй источник – коллектор, расположенный вблизи улицы Птицефабрика 27. Подробнее в нашем материале. Мы провели обследование территории города на наличие источников неприятного запаха. Мнение и заключение комиссии следующее. Мы выявили на территории бывшей базы СМУ-4, один из источников, это связано с неэксплуатируемой сегодня инфраструктурой, и исключили, собственно говоря, попадание источных вод в эту инфраструктуру. Еще одним фактором явился несанкционированный слив жидких бытовых отходов индивидуальных предпринимателей в неэксплуатируемый коллектор. Здесь ситуация тоже исключена, и на сегодняшний день приняты меры к ограничению доступа. Кроме этого, нашей службой Сарапольского водоканала принимаются меры по усилению контроля за предельно допустимой концентрацией стоков, попадающих на чистое сгружение. По несанкционированному сливу все службы сегодня оповещены о необходимости направлять нам информацию для принятия мер к исключению несанкционированного слива и исключению мест его приема. Сегодня принимаемые меры позволят исключить неприятные запахи в городе. Сарапольский музей-заповедник и общество изучения Прикамского края подвели итоги реализации проекта «Автопробег Сарапул-Аряш-Арамиль», поддержанного в 2020 году фондом президентских грантов. Состоялся автопробег по маршруту первого гражданского перелета 1920 года «Сарапул-Екатеринбург». О проекте расскажем в нашем сюжете. 2 сентября 1920 года был совершен авиаперелет по первой разработанной воздушной линии «Сарапул-Екатеринбург». Это дало начало развитию гражданской авиации России. Во время перелета было организовано четыре посадочные станции «Село Аряш», «Село Александровское», «Станция Бисерский завод» в селе Арамильском около Екатеринбурга была оборудована станция номер 4. В год столетия первого гражданского авиаперелета общество изучения Прикамского края совместно с Сарапульским музеем-заповедником реализовали проект «Сарапул-Аряш-Арамиль». Это автопробег, состоявшийся по станциям того самого первого гражданского перелета. Проект был многообразным. Несмотря на то, что он называется «Автопробег Сарапул-Аряш-Арамиль», на самом деле он включал в себя много разнообразных мероприятий. Это и подготовка печатных иллюстрированных изданий. «Альманаха для первоклассников. Полет в историю», где в доступной иллюстрированной форме с заданиями, с наклейками как раз рассказывалось об этом важном событии. Это и синопсис, который был издан по итогам уже автопробега. Кроме того, проект включал подготовку волонтеров, которые должны были работать на выставках, подготовленных также в рамках проекта. В рамках проекта было подготовлено пять передвижных выставок, которые уехали во все регионы участники автопробега. Автопробег стартовал в Сарапуле 2 сентября. Более полутора тысяч километров туда и обратно, через Удмуртию, Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. На маршруте было множество интересных встреч и событий. Участники автопробега организовали встречи с первоклассниками, их родителями и жителями поселений, на которых рассказывали о значимости авиаперелета. Каждый первоклассник получил письмо музейной почты с напечатанным текстом марша авиаторов, гимном энтузиастов, мечтавших о полетах. Также детям подарили альманахи. Иллюстрированные альманахи, которые получили первоклассники нашего города, первоклассники тех населенных пунктов, через которые прошел автопробег. Мы надеемся, что с ними они пойдут дальше, и это для них будет в дальнейшем постоянно такое подспорье в школе, к которому они будут обращаться. О котором они будут знать, и непременно это для них будет стимулом к свершениям и к дальнейшему развитию. Это такой вот важный социальный эффект, на который все-таки был направлен проект. Чтобы первоклассник, держа в руках этот альманах, возможно, в будущем тоже стал Сикорским, Александровым, Панкратьевым, летчиком, изобретателем. Масштаб и значение автопробега и перелета 1920 года участники проекта отразили в печатном синопсисе. Мы выбрали эту форму не случайно, ведь синопсис по замыслу древних греков означает изложение в сжатой форме и в общем обзоре одного целого предмета или одной области знаний. И вот за краткостью тех фотокадров, которые здесь есть, за, может быть, очень небольшими текстами, которые написали наши участники, наши коллеги, участвовавшие в проекте, мы попытались показать масштаб и значение события, о котором говорили. Мы понимаем, что перед величиной этого события исторического, сто лет, с момента, как город Царапа стал участником, заложил традиции будущей гражданской авиации, но это дорогого стоит. Проект был поддержан фондом президентских грантов. Одна из главных его задач – трансляция исторической памяти жителям населенных пунктов трех регионов на стоянках воздушного корабля Илья Муровец. Центральная городская библиотека имени Крупской продолжает прививать сарапульцам любовь к чтению. В рамках акции «Читаем сарапул» сотрудники библиотеки подготовили видеоролик со стихами Татьяны Пегановой. Предлагаем вам ознакомиться с сюжетом о выдающейся сарапульчанке. Детство Татьяны Пегановой прошло в переездах. Полуостров, Рыбачий, Мурманск, поселок Печенга, Урюпинск, Буйнакск. В 1965 году семья переезжает в город Сарапул. Здесь Татьяна закончила с золотой медалью среднюю школу номер 15. После окончания Ижевского педагогического института по специальности «Русский язык и литература» Татьяна Борисовна много лет преподавала в Сарапульском педагогическом колледже. Вела русский язык, выразительное чтение, эстетику, мировую художественную культуру, краеведение. Она автор учебного пособия по краеведению «Город, в котором мы живем». С 2000 по 2015 годы Татьяна Борисовна работала в органах местного самоуправления. Была помощником главы города Сарапула и начальником отдела информации. С 2005 года является координатором издательского проекта «Память Сарапула», в рамках которого выпущено около 40 изданий. Солнце встало из-за камы, нам пора вставать. Мы пойдем сегодня с мамой просто так гулять, с ней очень неинтересно рядышком идти. Вроде все уже известно на моем пути, только мама вдруг мне скажет. Посмотри, а вот... Дух порой захватит даже от таких красот. Дом со ставнями резными, дом провинциал. Сколько раз ходил я мимо и не замечал. На любой вопрос у мамы есть всегда ответ. Что за памятник у мамы, сколько саду лет? Солнце скроется за лесом, нам пора домой. Как красив ты и чудесен город детства мой! На этом у нас все новости на сегодня. Эфир программы «Сарапула новости» вы можете смотреть четверг на канале «Удмуртия» 18-15. Повтор программы в пятницу 10-15. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов на спутнике в Триколории и телекарте. А также в удобное время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и отличного настроения! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok